В то время как жители страны вовсю наслаждаются солнечными и теплыми днями, которые подарила изменчивая эстонская погода, в дом Стенвака, похоже, все больше приходят осенние озабоченные настроения. Она еще более усилится на следующей неделе, когда кабинет получит осенний погроз Министерства финансов. Но и сегодня программа пресс-конференции была достаточно насыщенной. От зеленой реформы до 2025 года до меморандума группы Г-7 в поддержку Украине. Скандал вокруг исследования, связанного с деликатными и даже болезненными демографическими проблемами страны, одинокими замужними женщинами, наличием или отсутствием у них детей, выявил целый круг проблем. Уже идеологически он отражает представление консервативных кругов страны о роли женщины в современном обществе, от которого в этом веке давно отказались. Пример даже неожиданно сослалась на нашумевший фильм «Барби» в качестве аргумента о том, что роль женщины больше не такая, как у этой популярной игрушки. Недаром многие вопросы социологической анкеты вызвали раздражение у женщин. Это очередной пример того, что единственная ценность женщины заключается в том, что она рожает детей, даже в том, сколько она их может родить, в то время как мужчины являются ценными вне зависимости от того, имеются ли у них дети и принимают ли они участие в их воспитании. В 2023 году я считаю, что все члены общества должны считаться равноценными. Другая проблема – каким образом проводившее исследование недоходное общество «Перосихт Капитал» вообще получило доступ к деликатным данным? Теперь инспекция по защите данных МВД Минюст проводит и расследование. Но доверие к электронному государству и возможностям охраны деликатных данных в обществе может быть значительно подорванным. Оживились и противники электронного голосования, который вновь сомневается в его недоступности. Министр иностранных дел все же напомнил, что правительство приняло решение присоединиться к меморандуму группы стран ГСМ, гарантирующую долговременную поддержку Украине. В ежедневной политике Эстонии в отношении Украины ничего не изменится, но страны группы ГСМ неоднократно брали инициативу в свои руки и приняли декларацию, открытую для других стран. Она содержит гарантии безопасности, военные, финансовые, экономические и политические, причем долгосрочные. Надо было дать ясный сигнал. Украина будет получать поддержку не до конца этого нападения или следующего, а столько, сколько надо. Чтобы Украина выиграла войну, международное право победило, а Украина восстановлена. Но с точки зрения Эстонии, главной и единственной надежной гарантией безопасности для Украины может служить членство в НАТО. Страны Балтии вскоре примут и соответствующее заявление. К меморандуму присоединилось 15 стран. Теперь в ходе совместных переговоров предстоит выяснить, в какой конкретно поддержке нуждается Украина и далее предусмотреть эту поддержку в финансовой стратегии Эстонии. Михаил Владиславлев, Петер Велевайн, Новости Таллина.